Доброе новогоднее утро, мои дорогие подписчики, зрители! Хочу ещё раз в этом году поздравить вас с Новым годом, с Новым годом по старому стилю, по старому календарю, пожелать вам всего хорошего, пожелать вам, чтобы забывались ваши мечты, чтобы воплощались в жизнь ваши все планы, даже самые невероятные. И будьте здоровы все, пожалуйста, и пусть будут здоровы все ваши близкие. Сегодняшнее видео посвящено моей верхней одежде. Конечно же, будут сюда включены мои переделки, потому что, как вы уже знаете, я очень люблю этим заниматься. И буду всё вам показывать и рассказывать. Верхняя одежда, мой гардероб. Поехали! Первый экземпляр из моего гардероба в верхней одежде, это вот такая шубка из искусственного меха от Asus, размер L. У неё пошив кокон, в боках есть карманы. Шубку я купила пару лет назад, прошлой зимой я её надевала, может быть, раз пять, в этом году я ещё её не надевала, потому что у нас зимы-то особо ещё не было. Она идёт на небольшой мороз, чтобы был снежок. Конечно же, шубки смотрятся лучше на снежок, чем на слякать. Хотя они в сильный мороз не согревают, естественно. Я не могу сказать, что я была приверженцем всегда искусственного меха. Нет, конечно, я к этому пришла, потому что меня к этому привели тренды модные, конечно же. Я очень любила всегда натуральный мех. Сейчас шубы из натурального меха я практически не надеваю. Они у меня, конечно, есть. Показывать я их не буду, потому что это не секонд. Я повторюсь, что всё, что я показываю в видео, это секонд-хенд. И я даю стопроцентную гарантию, что это так и есть. Вот. Ну, в этом видео будет натуральный мех. Всё покажу. Оставайтесь со мной. И будем смотреть. Продолжу разговор о шубке. Она мне очень понравилась. Она такая необычная. Она не имитирует никакой натуральный мех. Сверху рыженький, изнутри чёрная. Она такая оригинальная. Я думаю, что надену её в этом сезоне. И хочу вам сказать, что всё, что из верхней одежды, мне не подойдёт по какой-либо причине. Потому что есть вещи, которые я не надевала по нескольку лет. Всё это я отправлю в магазин. И сейчас буду просто в процессе этого видео, точнее, скорее всего, после видео, перемирять. И признаюсь вам честно, что я попробую сделать пару показов на себе и включить в это видео. Попробую. Не знаю, что получится. Если это не будет слишком уродливо, я вам тогда покажу какие-то луки, какие-то образы на себе. Вот такая шубка. Вам не она нравится. Она такая неординарная. Продолжаем. Вот такое лёгкое пальто в составе полиэстер, вискоза и эластан. Оно чуть темнее, чем показывает видео. Оно лёгкое, без утепления, на подкладочке. Вот с такими красивыми карабинами застёгивается оно. На карманчиках. Есть карманчик обычный, есть карманчик на змейке. Вот с такими погончиками. Рассказываю про этот обалденный мех. Вот это вот один из образцов моих переделок. Вот этот вот мех из ламы, наверное, это был шарф огромный. Я купила его в секонд-хенде. Он был новый, он был с ярлыком. Вот этот кусочек меха, он стоял на подкладочке. Это был шарф. Я его купила, потому что я, когда его увидела в продаже, у меня, конечно же, сразу же возникли на него огромные планы. Я его схватила и притащила домой. В виде шарфика он у меня пролежал некоторое время. Как шарфик я его не надевала. А потом, когда я начала приобретать вещи, попались мне, мне очень хотелось всегда пальто бордовое. Вот и когда мне начали попадаться эти вещи, я быстренько нашла применение этому шарфику и украсила этим мехом три элемента моего гардероба. Вот это вот один из них. Шарфик был очень длинный. Я хочу вам сказать, что это все съемное. Это все не навсегда. Все, что я делаю, это все можно легко, легким движением вернуть в первоначальный образ. Абсолютно легко. Но я вижу это пальтишко вот так. Честно скажу, осенью я его так и не надела ни разу. Но я его очень люблю. Мне он очень нравится. Единственное, что я буду все перемирять, потому что я то худею, то поправляюсь. И как сидит что-то из моего гардероба, я даже, честно говоря, на сегодняшний день не знаю. Вот такая вот красота. Так как я вижу это, мне очень нравится эта пальтишко. Она очень оригинальная. Этот мех его явно украшает. Но его можно легко снять буквально за полминутки. Мое отношение к натуральному меху неоднозначное на сегодняшний день. Я абсолютно против того, чтобы, конечно же, убивали животных ради шуб, ради удовольствия людей. Но врать себе мы же не будем. Да, мы выступаем против шуб. Но мы с удовольствием носим кожаную обувь. Мы с удовольствием носим кожаные сумки. Поэтому говорить что-то однозначно здесь невозможно. Мы кушаем мясо. Вот. Поэтому скажу так. Мне жаль животных, которые страдают и, в общем-то, да, рождаются на этот цвет для того, чтобы стать шубами. Но шубы натуральные я не ношу и вряд ли буду их носить. Но вот такие вот элементы. Знаете, как говорится, я утешаю сама себя. Я купила уже готовое что-то, вот как этот шарфик из животного. Ради меня никто его не убивал. Его убил кто-то и когда-то. А я просто купила уже готовое изделие. Ну, в общем, не будем о грустном. В этом видео будет немножечко натурального меха. Прошу прощения у людей, которых это заденет. Но вот так. Что есть, то есть. Я не ханжа и выкручиваться как бы не буду в этом отношении. Я очень люблю не столько натуральный мех в большом объеме, сколько я люблю вот такие вот элементы из меха. Декор, так скажем. Ну что, будем двигаться дальше. А дальше я вам покажу вот такую вот дубленочку. Или пальто, правильнее, наверное, сказать. Из искусственного меха. Вот такого коротенького. Бежевого, такого золотистого. Она светленькая. Бежевая. Это тоже одна из моих переделок. Здесь на карманах декор из козочки. Мех-козы. Светлый вот такой вот. Вот такая вот от Mark & Spencer. Она объемная. Она не приталенная. И, в общем-то, она смотрится очень-очень даже неплохо. Но, опять же, на большой мороз ее не наденешь. Потому что она не греет. А вот до минус пяти как раз самое то. Можно надевать под сапожки, ботинки, кроссовки. Все, что угодно. Все, что вам вздумается. Вот такая штучка у меня есть. Тоже куплена давно. Куплена давно. Это все не из последних находок моих. Вот такая. Ну и, конечно же, как же без шерсти и кашемира. Вот это вот пальто в цвете Camel, скорее всего. Мой фаворит, конечно же. Я его просто обожаю. Надеваю нечасто, потому что мне в машине не очень удобно в длинном. Вот. Когда есть в этом надобность выглядеть, я, конечно же, его надеваю. И это стопроцентное попадание, я уверена. Вот такое пальто. Здесь 15% нейлона. Все остальное шерсть и кашемир. Оно длинное. Оно в хорошем на меня миде. В хорошем миде. Практически макси. Вот такой вот красавец. Конечно, я очень довольна. Он немножечко пострадал от моли. Не у меня дома, конечно же, а еще где-то. Но когда застегивается, это как раз получилось. Эти пятнышки под... Накрываются вот одной полой, когда ты застегиваешь пальто. Там не дыры. Там немножечко такая лысинка. Но я, конечно же, все равно его купила, потому что на мой размер, на мой рост вот такие вещи попадаются крайне-крайне-крайне редко. Вот так как раз, тем более, эти дефекты как бы не влияют на носку. Не видны, незаметны. Вот такой вот красавец. А на мороз, на хороший большой мороз, у меня есть вот такая длинная парка. Она невероятно теплая. Она очень тяжелая. Она такая, ну прям очень-очень-очень хорошо утепленная. Ткань водоотталкивающая. Карманчики вот такие вот. На кнопочках и на змеечках. Вот здесь она застегивается на такой замок очень красивый. С капюшоном она, с большим. Ну и вы сами понимаете, что вот этого меха, конечно же, на ней не было. Она была вся отделана искусственным мехом и очень-очень-очень некрасивым. То есть здесь мех проходил вот здесь полностью, на капюшоне. И он был некрасивый. Я его сняла, я его не купила. Оставила его в секонд-хенде. Купила эту парку без меха. И вот сейчас не помню, честно вам сказать, что, зачем ко мне пришло в гардероб. Либо парка потом этот мех, воротник. Либо наоборот. Ну, в общем, я сделала вот так этот воротник. Тоже куплен в секонд-хенде в отделе люкс. Вот такой вот шикарный воротник. Я его придела на капюшон. Когда надеваешь парку, ты можешь застегнуть вот так. Здесь есть возможность застегнуть воротничок вот так. Здесь есть петли, потому что он прям был готовый. Это был готовый воротник на подкладе. И с возможностью его застегивать. Вот так вот. Опять же повторюсь, что легким движением руки этот мех можно снять. И парка останется идеальная, без меховой отделки. Вот такая вот парка. Древер Айленд. Я прошу прощения у всех защитников животных. И буду работать над тем, чтобы меньше носить натурального меха. Ну, вот у меня в качестве отделки, пока я не могу с ним расстаться, никак. Вот так. Продолжаю разбор своей верхней одежды. Вот такой кожаный жилет из натуральной кожи. Это, конечно же, моя переделка. Это был тренч. Я из него сделала жилет. Я носила этот жилет с удовольствием. Вот в таком виде под рубашки, под блузы, под водолазки. Замечательно смотрится. Он средней длины, где-то по колено. Вот в нем я очень-очень сильно сомневаюсь. Я его примеряю после видео. Боюсь, что на меня он будет мал. И тогда он пойдет в магазинчик. Сейчас я покажу вам, как он будет смотреться под ремень. С ремнем он будет смотреться вот так. Мне кажется, очень и очень круто. Здесь очень хорошая кожа, мягкая. Вот такой вот есть у меня жилет. Еще один из моих любимчиков. Это вот такой вот джинсовый тренч. Он очень плотный. Хотя, возможно, его и можно будет надеть, как платье на прохладную погоду. Джинса здесь обычная, классическая, плотная. Он не стрейчевый. Здесь стрейча нет. Вот такого очень красивого цвета. Вот такой вот тренч. Он на меня хорошо оверсайз. Сейчас я вам покажу, как он будет смотреться под ремень. Вот так вот он смотрится под ремень. Джинсовый ремень я не смогла к нему подобрать, потому что здесь такой оттенок. Ну, джинсовый оттенков просто очень много. И подобрать нужного цвета ремень мне так и не удалось пока что. Я, конечно же, смотрю, я, конечно же, пытаюсь подобрать, но пока не получилось. Ну, с кожаным ремнем, вот, темно-синего цвета, мне кажется, тоже очень хорошо. Вот такой. Тему джинсовой верхней одежды я хочу продолжить вот такой вот курткой от Бенетон. Она на меня тоже такая хорошо оверсайз. Ну, не длинная, хотелось бы длиннее, но вот какая есть. Вот такая куртка я тоже очень люблю. Здесь очень-очень плотная ткань. И она прям так хорошо-хорошо держит форму, не висит тряпочкой. Вот такая куртка. Есть в моей коллекции верхней одежды вот такой красавец от компании Наф-Наф. Этому пуховику не меньше десяти лет. Он такой яркий, он очень-очень гиперобъемный. Мне пришлось даже немножечко его переделать. Это тоже одна из моих переделок. Вот в этом, то, что вы видите сейчас, это уже, я его чуть-чуть подздула, чуть-чуть выбрала пуха из каждого вот этого отсека, который вы видите. Потому что он был очень-очень, знаете, как игроки американского футбола. Очень объемный. Он и сейчас очень объемный, но хотя бы немножечко он стал более носибельным. И я его обожаю. Я его обожаю. Больше десяти лет. Бренд Наф-Наф французский принадлежит двум братьям. Их сейчас поглотила какая-то другая французская компания. Но они выпускают одежду, они под своим брендом Наф-Наф. Они по-прежнему управляют как бы этим ответвлением своей собственной компании. Ну, в общем-то, этот бренд существует по сегодняшний день. Назван он в честь Наф-Наф третьего поросенка из сказки знаменитой, все мы знаем. Который был самый упорный, самый умный, самый такой жиренький. Вот именно в честь него два брата француза назвали свою компанию Наф-Наф. Обожаю этот пуховик. Ну что, дорогие мои зрители, спасибо, что вы смотрите меня. И хочу закончить первую часть моего гардероба «Верхняя одежда». Первое видео, оно будет не единственным. Сразу хочу сказать, я примеряла в промежутках между видео, примеряла некоторую верхнюю одежду свою. И хочу вам сообщить, что вот эта шубка на меня маловато, на меня маловато дубленочка с меховыми карманами. Это то, что я уже обнаружила. Вот такой кошмар с моим гардеробом. Буду выставлять все в магазинчик. Всем пока-пока. Если вам было интересно, вы знаете, что делать. Пальчик вверх, неинтересно, пальчик вниз. Подписывайте, заходите. И пока локдаун, я буду вас развлекать своим гардеробом. Всем пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok